Девушки отдыхают Я веселая. Конечно, у меня тоже бывают дни, когда я устаю или меня что-то беспокоит, но в целом я оптимист. Мне нравится видеть в жизни хорошее. Я люблю танцевать, петь, радуюсь, когда мой сын счастлив. Я не пессимист по натуре. При этом не люблю посещать места, где собираются люди. Иногда чувствую себя в публичных местах плохо. Ну, у всех бывают такие периоды, ничего страшного. Вы снимались в русском фильме, создали коллекцию в русском стиле. Знаю, ваш сын любит играть с матрешкой и чебурашкой. Да, я в восторге от чебурашки. У вас, видимо, с Россией связывает такая любовь настоящая, настоящий роман. Это то, что я не могу объяснить. Мне кажется иногда, что в другой жизни я была русской. Помню свой первый визит в Россию в 2000 году. Я очень нервничала, потому что не знала, как меня примут. А потом я приехала, и все здесь стало для меня родным. Язык, конечно, совершенно другой, но я познакомилась с русской музыкой. Мне очень понравилась русская архитектура, еда. Все мне говорили, что в России холодно. А я была в Сибири в прошлом году. И да, действительно, холодно, но не так холодно, как меня пугали. Я чувствую себя здесь, как дома. Люди очень теплые. Меня все спрашивают. Русские, наверное, неприветливые. А я отвечаю, нет, они невероятно дружелюбные. Любовь, которую демонстрируют ко мне, взаимна. Мне нравится возвращаться в Россию. Я даже учу русский. Сейчас я не только певица, но и мама. У меня есть сын. Мои поклонники выросли вместе со мной. Сами стали мамами и папами. И нас это сближает. Сначала люди увидели меня в сериалах. Потом полюбили мои песни. А сейчас в России меня называют не иначе, как наша Наташа. И я от этого в восторге. Знаете, Факунда Ранда, когда приезжал в Россию, он сказал про вас, что вы прекрасная, талантливая, искренняя, честная, великодушная. Интересно, каким прилагательным вы бы могли его описать? Очень симпатичный, храбрый, смелый. У него огромное сердце. Факунда заботливый и очень жизнерадостный. Он человек, который наслаждается жизнью по максимуму и проживает каждый день, как последний. Я вижу его так. Я хочу умереть. Не умирай, не лишай меня удовольствия. Боже мне дело этого, пожалуйста, Боже, скажи ей. Куколка, что там с ножницами, мне кажется, им не терпится поработать. Не терпится, это точно. Доставим им удовольствие. Нет, 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 нет. Нет, нет. Нет, нет. Я помню в сериале, как вы ему отрезали волосы, было в одной из серий. Тяжело с ними расставался? Тяжело с ними расставался? Да, тяжело пережил. Мы неплохо общались в Диком Ангеле, но по-настоящему подружились во втором нашем сериале «Ты моя жизнь». В Диком Ангеле по сценарию мне приходилось делать все, чтобы досадить ему. И если честно, мне это нравилось. А познакомились мы с Факунда задолго до Дикого Ангела. Я только приехала в Бунос-Айрес, нам обоим порекомендовали один и тот же караоке-бар. Он играл на саксофоне, а я пела. Так и произошла наша встреча. В течение трех лет, пока снимался Дикий Ангел, мы общались, но лишь на съемках сериала «Ты моя жизнь» стали супер-друзьями. Он сегодня прислал мне смс, и я ему сказала, что я в России. Он ответил здорово и рассказал, что собирается взобраться на гору, может на Эверест, кстати. «Вашему сыну Мерлину 4 года часто вас удивляет?» «Да, очень часто. Он очень ласковый ребенок, часто говорит мне, я тебя люблю, мама». Каждый день, постоянно, Мерлин – замечательный, коммуникабельный ребенок, говорит, что хочет быть садовником. И это меня удивляет. Он не хочет стать врачом, адвокатом, зарабатывать деньги. Нет, просто хочет быть садовником. Мне кажется, это здорово, что ребенок тянется к природе. Может, это идет от моих родителей, они занимаются цветами. Мерлин такой милый и так быстро растет, и он тоже в восторге от России. Постоянно говорит, что ему нравятся русские девушки. А братико-сестренку не просят? Думаю, пока еще рано. Мне нравится проводить время с ним. К тому же я очень активная девушка, много работаю. На меня даже смотрят, как на мать-одиночку, потому что муж не сопровождает меня на гастролях. Так что пока некогда думать об этом. Спасибо большое за ваш позитив и здоровья, счастья, удачи вам обязательно. Спасибо большое. До новых встреч. Много поцелю. Пока. Пока. Спасибо.